Досмотрите это видео до конца не мотая, и вы получите очень ценную и полезную информацию для вас. И станете асом в своем деле. Привет, друзья! Сегодня я покажу один очень классный аттракцион по холодной воде. Имей его, других не надо. Делать такой аттракцион лучше подальше от мам, бабушек, жен и сестер. Не все любят запах чеснока, а именно нам понадобится чеснок и чеснокодавилка. Выдавливаем чеснок в какую-нибудь емкость. Желательно пластиковую с хорошо закрываемой крышкой, чтобы в дальнейшем потом запах не выветрился. Крышка нужна обязательно. Не менее важная деталь. Делать это лучше всего на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, допустим на балконе. Потому что провонять квартиру чесноком легко и без напряга можете. Потом придут мамы, бабушки, жены, сестры и получите люлей. Ничего, друзья, не выкидываем. Мякоть чеснока, которая осталась в чеснокодавилку, нам тоже, в принципе, понадобится. Все высыпаем в емкость. Не выкидываем. Она нам нужна. Когда вы, друзья, все выдавили в емкость, нам понадобится немножечко соли. Соль нам нужна с одной единственной целью. Пересыпаем это дело все с солью. Соль поможет из чеснока выдавить всю жидкость, а именно чесночное масло, в котором содержится эфир. То есть нам нужна жидкость. Для этого я и говорил, что ничего не выкидываем, используем также и мякоть. А соль поможет из мякоти выжать все оставшееся масло, то есть жидкость. А теперь, друзья, добавляем теплое растительное масло. Растительное масло это уже ароматизатор, который работает как зимой, весной, летом и осенью. По всей, в принципе, это рыбе. Добавок ко всему, в тракторах нужен нам для окунания насадки. И именно масло выполнит вторую цель. Окунув насадку в масло, а масло в воде, как известно, не растворяется, оно будет держаться крепко на самой насадке. Добавок ко всему соединиться с чесночным маслом. Питает в себя. После чего закрываем плотно крышкой, чтобы запах не выветривался. А трактор сработает по всей рыбе в холодное время года. Жалко, что против бесклёвия, бесполезен. Вот как-то так.